Курсуешь, что в утомленном состоянии запрещено управлять транспортным средством. Так что, если устали, лучше отдохните. В связи с нарушением пункта 2.7 правил дорожного движения, это то, что запрещается управлять транспортным средством в болезненном, утомленном состоянии. Поэтому, если почувствовали усталость, утомлены, болеете, да, чем-то, может даже голова болеть, посидитесь, пожалуйста, за руль, берегите свою жизнь пассажиров. Я первый раз еду в Новгород сейчас, именно вот этой дорогой, до этого как бы через Питер катался. Сейчас для меня трасса новая будет. Говорят, там плохая дорога, так будет время остановиться. За раз, вот было у меня полторы тысячи проезжал, а больше, ну, уже, наверное, будет вредно для организма, да. Да, то есть надо себе давать отдохнуть, пока молодые, еще можно как бы поездить, а уже в возрасте, так надо чаще останавливаться. Проводятся мероприятия на автодорогах федерального и регионального значения во всех районах области. Сотрудники ГИБДД обращают внимание на иногородний транспорт, состояние водителя и транспортных средств. Обращают внимание на утомленное состояние водителя в первую очередь. С начала текущего года на территории Вологодской области зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 человек погибли и 20 получили травму. 14 происшествий, зарегистрированные в июле и в августе, произошли с участием водителей в утомленном состоянии. Иногороднее транспортное средство. Так, 24 августа на территории Вологодской области в 6.00 на 414-м километре автодороги Урень-Шарья-Николь-Скотлас, из Великоустевского района, мужчина, управляя автомобилем Митсубиси, совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Опель». В результате происшествия оба водителя и 4 пассажира транспортных средств получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение, где один из пассажиров поча скончался. Водитель иногороднего транспорта, выезжая на дальнее расстояние, зачастую не планирует свои места отдыха, в связи с чем управляет транспортным средством в утомленном состоянии. Продолжительность управления непрерывным транспортным средством не должно превышать 4,5 часа, после чего необходимо сделать перерыв, отдохнуть, чтобы восстановить силы.